Свою историю Гомельский областный диспансер спортивной медицины отличываясь с 6950 года. А маль 67 годов он размещался в непристосованных покоях будинку на Волотовской улице. Рашение обзменения адресу приняли в 2014-м. И хоть капитальный ремонт с заменой инженерных сеток обошелся неде в 290 тысяч рублей, у администрации диспансера пера кананных это было правильное решение. Площи установы повеличились больше, чем вдвоя, что дает махчимость организовать медицинское сопровождение спортсменов на сучасном узровне. Тем более, что облвыконкам принял решение обнабыти нового обсталявания. Гомельским областполкомом в этом году выделено 427 тысяч рублей на дальнейшее развитие материально-технической базы. Планируется приобретение нового медицинского транспорта, приобретение современного диагностического оборудования, такого, например, как биохимический анализатор, ультразвуковой сканер экспертного класса, холтеровские мониторы. У Гомельским областным диспансеры спортивной медицины готовы оказывать послуги усім жадающим. Али основный контингент тут усё ж таки спортсмены, а двушню специализованных школ да членов дорослых команд. Менавіта тут я не двойче на год будучи проходить поглыбленное медицинское обследование. А про ча заховання здоровья у центра есть и ещё одно призначение. Тут допомогусь докладно вызначить від спорту, яким лепш займаться кожному конкретному человеку. Урештят гэтага залежить як уласная спортивная карьера, так и досягненні в області і країны. По результатам непосредственно и 2017 года, и мы видим уже пока неофициальный зачёт по медальным достижениям за три месяца 2018 года, непосредственно юношеский-юниорский состав спортсменов Гомельской области, который выступает на международных соревнованиях, занимает лидирующие позиции в Республике Беларусь. То есть основные свои функции спортсмены Гомельской области и учреждения Гомельской области, это подготовка спортивного резерва непосредственно, мы выполняем. Поэтому этот диспансер очень важен сегодня. Потому что самая главная задача спортивной медицины и медиков, которые будут работать в этом диспансере, на раннем этапе определять уровень спортсмена, его функционал и самое главное – состояние здоровья.